Вкуснейшие пряники, красивейшие самовары, искусные оружейники. Всем этим славится Тула. Город-герой, город-героев. В октябре 41-го все жители от мала до велика столкнулись с фашизмом и встали на защиту города. Тулики сражались долгих 45 дней. Такого натиска нацисты не ожидали. Планировали взять город за 2-3 дня. Но не тут-то было. Стирая руки в кровь, старики, дети, женщины рыли противотанковые окопы. Тула превратилась в неприступную крепость. Поклониться великому подвигу города-героя Тули приехала делегация из Одинцовского округа. Мы каждый год выбираем один город-герой. И вот мы в своем округе, где находятся более 150 образовательных организаций, также университетом ГИМО, филиала туризма, главный федеральный вуз пограничников Голицына. И вот мы изучаем целый год город Тулу, его героев. А героям здесь можно было назвать буквально каждого. На фронте пали Орел, Калуга, на очереди Тула, а за ней Москва. Огромный противотанковый ров окружил город. Все подступы и мосты были заминированы. О том, чтобы сдаться, не допускали даже мысли. С каждым годом и все дальше от мая 45-го. Но мы всегда будем помнить подвиг наших героев, потому что наша память не имеет возрастных границ. Свято чтят подвиг своих предков и сами жители города-героя. Нашу делегацию пригласили в музей обороны Тулы. Открытый совсем недавно, он буквально погружает в то страшное время, когда горожане держали оборону не на жизнь, а на смерть. Наш музей иммерсивный. Это такой музей, в котором вы полностью погружаетесь в атмосферу той эпохи. Как видите, это московский, на тот момент еще курский вокзал Тулы. Так он выглядел в 41-м году. И художники, дизайнеры, создатели музея постарались сделать все, чтобы вы здесь, получается, ощутили себя, получается, где-то, может, на один час в той эпохе. Уже в первый день попытки захвата города фашисты теряют десятки танков. Элитная часть немецких войск, гейнца Гудериана, которого называли танковым богом, встретила упорное и героическое сопротивление. Несмотря на эвакуацию знаменитого оружейного завода на восток, на оставшихся станках горожане, большинство из которых были детьми, наладили выпуск автоматов, минометов, артиллерийских орудий. В Туле ковались не только оружие, еще шили одежду на фронт для солдат, валялись валенки. И вот, например, варежки того времени обязательно должны были быть трехпальцевые. Город почти окружен, но продолжает жить и защищаться. Под звук сирен и обстрелы Туликини перестают работать. Из трамвайных рельсов делают противотанковые ежи. Сами трамваи переоборудуют для перевозки раненых и оружия. Продолжает работать радио. Наши коллеги, военные журналисты и корреспонденты, они, рискуя жизнью, фотографировали, писали, снимали. И благодаря их работе у нас есть достоверные факты времен Великой Отечественной. До сих пор следы той героической обороны можно найти на каждой улице. В округе были сожжены дотла почти все деревни. Тульский Кремль был построен в 16 веке. Во время Великой Отечественной войны он стал одним из центров подготовки защитников города. Здесь формировались партизанские отряды, истребительные батальоны и тульский рабочий полк. Позже они войдут в состав регулярной Красной армии. Вместе с местными жителями защитники города совершили невозможное. Отбросили фашистов назад и прикрыли Москву с юга. К 42-му на тульском направлении гитлеровцы были полностью разгромлены. Площадь Победы. Сегодня это центр города, но тогда в 41-м это была окраина. И именно отсюда началось неизбежное отступление фашистов. Тула осталась непокоренной. В честь этого подвига для жителей города молодежный театр «Крылья» привез с Одинцовской земли концерт. Артисты исполнили патриотические песни разных времен. Флаг моего государства, этой композиции, заслуженного артиста России, жители нашего округа Дениса Майданова завершили выступление. Подпевали все, стоя, хором, со слезами на глазах. Мы поднимаем наш план. Слой злые ветры, тревог и не вери от царства. Очень трогательно, до слез до сих пор глаза на мокром месте, но вообще сильно. Огромное спасибо, до слез. Нужно побольше молодежи сюда привлекать. Концерт просто восхитительный, я в восторге. Молодежь, красивые, стройные, поют здорово. А пляжут еще лучше. Все словно сплотились, как тогда, в 41-м. Жители Подмосковья и тулики вновь вместе радуются победе, чествуют своих героев, переживают за настоящее и будущее своей страны. История доказывает, что как бы ни хотели уничтожить Россию, кто бы ни хотел это сделать, а это делается уже давным-давно, постоянно победить Россию невозможно. Потому что такой силы духа, как у советского народа, теперь народа Российской Федерации, нет и не будет, наверное, нигде. Вместе с жителями, представителями администрации города, общественными организациями, волонтерами и ветеранами наша делегация возложила цветы к вечному огню. Вместе спели гимны России, почти липавших минутой молчания. Спустя 10 лет после Великой Победы здесь, на Тульской земле, был впервые в Советском Союзе зажжен вечный огонь. А спустя еще 21 год Туле было присвоено звание «Города-героя». Город-герой Тула стал еще одним местом, где прошла патриотическая эстафета «Салют Победе», инициированная главой Одинцовского округа Андреем Ивановым. Гильда Александровна Бот, почетный житель Одинцовского района, не раз принимает в ней участие, но эти места для нее особенные. Здесь, недалеко от Тулы, прошло ее детство. Мне это все напоминает вот те места, где я провела свое детство. Вот эти овраги, которые здесь, мы в этих оврагах катались на санках с детства. А вот Марину Акулич можно назвать бессменным участником. Она не только была в составе делегации всех восьми этапов эстафеты. Каждое путешествие, экскурсионную программу, маршруты и встречи продумывала для Одинцовцев именно она. Профессиональный историк, путешественник со стажем, Марина понимает истинную значимость таких мероприятий, поездок и встреч. Мы видим людей, мы видим их жизнь, мы видим историю городов, какие они сегодня восстановлены, возникшие как-то восстановлены из пепла. И сегодня у каждого города есть не только настоящее, но и будущее. И мы немножечко приоткрываем страничку будущего. И в этом будущем для жителей нашего округа непременно будет еще много новых встреч, городов, героев, мест воинской славы, музеев, памятников. А сама патриотическая акция с каждым годом станет приобретать все больший масштаб. И это значит, что память о Великой Победе будет жить вечно. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».